В Павлодаре 60 лет работал хлебопекарный комбинат. Предприятие выпускало 23 вида продукции, в том числе малозатратный хлеб массового употребления под названием Таунан. После остановки производства, охватившего весь регион, более 100 человек остались без работы. В ближайшие два дня Павлодарский хлебобулочный комбинат окончательно рассчитается со своими работниками. Сауля Сагандыковна проработала в тестомесителем цехе предприятия 11 лет. За два года до пенсионного возраста осталось без работы. «Хлеб у нас хороший. Не знаю, почему закрыли. Наверное, конкуренция. Теперь ищем, кто позовёт и кто возьмёт. Пришёл и наш возраст». Основной монополист, обеспечивающий население области хлебобулочными изделиями, покрывает 30% внутреннего спроса. Только за смену выпускали до 5 тонн продукции. Главное, только здесь. «Деревня без хлеба. Семиреческих и как-то больше шёл. Не знаю, теперь что и как будет. Бог его знает. Ну, хлеб хороший, люди берут. Тем более, он плотный, хороший. Наедайся его». Не только работники, но и руководство комбината написали заявление на увольнение по собственному желанию. С начала пандемии 40% коллектива были сокращены. «Производительность упала на 60%, говорит экс-директор. А официальные органы оказались не в курсе закрытия завода». Со стороны комбината официальных уведомлений об увольнении работников в закрытии предприятия ни в один государственный орган не поступало. По закону они должны были сделать предупреждение не менее чем за месяц. Конечно, это большая проблема. Мини-пекарни, похоже, лишились главного конкурента на рынке. Будут ли они повышать цены на хлеб? Покажет только время.